Здравствуйте! Это программа Наши тесты. Мы, конечно же, сегодня будем говорить о машинах, но мы просто не могли удержаться, чтобы рассказать о стихии. Представляете, вот так выглядит лазурный берег Франции в конце ноября. Пустые пляжи, пустые гостиницы и бушующая стихия. Радуются только вот эти сумасшедшие люди. Радуются тому, что сегодня они могут кататься там, где в обычное время им запрещено. В обычное время в этих дорогих и модных курортных местах все виды серфинга запрещены. Любая попытка выйти на воду жестко карается европейским рублем. Однако серферы народ безбашенный и космополитичный. Главный закон для них это ветер. Как и для чаек. Для этих людей стихия это игрушка. Они не боятся, а наоборот ждут встречи с ней. Неужели это действительно хорошая погода для катания? Да, отлично. Это ваш тренировочный выход на воду или вы тут проводите каждое время? Да нет, просто катаюсь для своего удовольствия. Отличный ветер. Здорово, только холодно. Ветер хороший? Да, отличный ветер. Дует замечательно. Хорошо, четверка, четыре звезды. Отличный ветер. Правда, очень устаю, но ветер отличный. Ну что ж, сегодня вот такая погода как раз нам на руку. Ведь у нас есть отличная возможность увидеть, почувствовать, сравнить и понять, насколько маздовцам удалось воплотить в новую шестерку японскую эстетику. Напомним, три кита этой эстетики. Это, во-первых, Юрген. Единственное с природой. Единственное вот с этой самой стихией. Это Рин. Воплощение достоинства. И сеичи. Это изысканность. Вот этот самый автомобиль, вот эта стихия. И сегодня мы начинаем наш новый тест. Тест эмоционально заряженной Мазды 6. По-настоящему прочувствовать японскую эстетику можно, конечно, только в Японии. И только там можно увидеть традиционный японский пейзаж, оценить настоящую кухню, а заодно эстриё самурайского меча. Однако есть вещи, которые способны переносить с собой частицы культуры, где бы они ни находились. По подножию Фузиямы или на французском Лазурном берегу. Правда, если говорить об автомобиле, то как носитель культурных ценностей, он, скорее всего, вещь второго порядка. Уж больно много в этих машинах присущего человечества в целом. Ни на кого не секрет, что сегодня машины целиком создают маркетологи. Ну и художнику пока что есть работа. Пускай он творит по заказу, но всё же творит. У нас есть три основные дизайнерские концепции в этом автомобиле. Первая – это Юрген. Вот посмотрите, вот эти линии, вот этот очень плавный переход переднего крыла, и вот сюда вперёд к фаре, вся эта черта – это олицетворение концепции Юрген. Рин – это вторая концепция, она, напротив, очень резкая, очень сильная. И здесь, в этом автомобиле, она, конечно же, выражается во всех резких линиях и чертах. Посмотрите, как плавное очертание крыла резко разрезается линией капота. Если посмотреть на автомобиль сбоку, то здесь мы также видим концепцию Рин. Это вот эти резкие, чёткие черты. Если взять японскую эстетику, то олицетворение Рин – это, конечно же, катана, самурайский меч. Вот посмотрите, две части автомобиля, длинная, плавная часть и резкое плечо, то есть резкий, очень резкий угол, который делит машину пополам. Третья концепция – это Сейча. Если приводить примеры, то это традиционный японский дизайн, ну, взять хотя бы японский мобильный телефон. Все детали, все мелочи – это, конечно же, Сейча. Если посмотреть на машину, то, например, здесь – это дизайн передних фар. Если посмотреть в салон, то здесь в духе этой концепции выполнены, например, кнопки управления на руле. Можно взять также в качестве примера переднюю панель, обновлённую переднюю панель. Все детали, все мелкие проработанные частицы – это, конечно же, вот эта самая третья концепция. Также мы находим элементы во фрагментах задних фонарей. В общем-то, это основные черты новой Мазды 6, которые созданы, между прочим, в соответствии с основной концепцией Мазды – зум-зумом. Ну что ж, с дизайном всё более-менее понятно, хотя до конца эти тонкости скорее поймут только специалисты. Что касается простых потребителей, то, похоже, элементы японской эстетики они найдут в каждом третьем современном автомобиле, причём не обязательно японском. И будут правы. А посему предлагаем оставить размышления об этих самых тонкостях профессионалам. И попробовать машину в деле. Управляемость всегда была главным козырьком машин Мазда. С этой машиной всё то же самое, но намного лучше. Она ещё более чувствительная, ещё более острая. И, возможно, секрет в новой усовершенствованной подвеске. Попробую в этом сегодня разобраться. Традиционно Мазды славили своей отличной спортивной подвеской. Что ж, новая шестёрка не исключение. По сравнению со старой, здесь хорошенько поработали и доработали именно переднюю подвеску, что, в свою очередь, сказалось управляемостью. Ну, во-первых, к четырём точкам крепления подравника добавили ещё две. Это, конечно же, добавило жёсткости. И, кроме того, изменили настройки амортизаторов. Подвеска автомобиля действительно хороша. Сидя за рулём, невольно пытаешься провести сравнение со старой шестёркой. Найти не преимущество, а изъяны, но тщетно. На дороге критика отступает на второй план. В чём действительно ощущается кизуна, так это в управляемости машины. Сейчас мы находимся на дороге в местечке под названием Сан-Максим. Здесь, между прочим, проходит дорожная секция одного из чемпионатов Европы по классическому ралли. Так вот, надо сказать, что вот это переключение передач на высокой ручке коробки, остренький руль и немножко зажатая подвеска доставляют истинное удовольствие. Пожалуй, это то самое главное ощущение, которое люди оценили в предыдущей старой шестёрке. Не волнуйтесь, оно здесь сохранилось. Постепенно мы уходим наверх горы. Меняется рельеф, климат, а с ними и качество дорожного покрытия. Как известно, у любой медали есть две стороны. Так вот, отличная настроенная спортивная подвеска берёт своё на хороших дорогах. Когда же дорога ухудшается, а в России таких дорог большинство, то вот эта излишняя жёсткость даёт о себе знать. И тряска ощущается всеми частями тела. Насколько мы помним, в истории с CX-7 ситуация была похожая, но специально для России настройки подвески изменили. Здесь же 1 декабря в России начнётся продаваться машина исключительно европейской версии. То есть никаких дополнительных настроек в ней не будет. Однако эта деталь в целом автомобиль заметно изменился в лучшую сторону. Причём мазовцы не только создали новую машину, но даже разработали новую концепцию в дополнение к уже известному зум-зуму. Кизуна – вот ещё одно новое с японской понятия в автомобиленной терминологии. Под ним мазовцы понимают единство человека и автомобиля. Ещё один аспект Кизуна – это то, что маза теперь стала совсем ручной и распознаёт своего хозяина безо всяких атрибутов. Это так называемая система без ключа. Ключик-то вот он, и при желании его даже можно извлечь из этого брелочка, но делать это теперь совсем не нужно. Достаточно просто иметь его при себе и, скажем, убрать сюда в бардачок. Если ключ с вами здесь, то теперь машина полностью в вашем распоряжении. Пуск двигателя производится с кнопки. Выжать надо педаль сцепления, иначе ничего не произойдёт, потому что коробка ручная – это мера предосторожности. Нажимаем кнопочку, машина завелась. Всё, можно ехать. Следующий шаг на пути Кизуна – это бортовое управление новой шестёрки. Здесь все кнопки, все нужные клавиши вынесены на руль. То есть вот эту бороду можно просто закрыть тряпочкой и вообще не обращать никакого внимания. Говорят, чтобы довести эту систему до ума, в Японии посадили специального тест-пилота, упичканного и обвешанного камерами, которые следили за движениями его глаз. Как утверждают создатели, новая система управления с руля позволяет человеку сохранять внимание на дороге, экономя при этом до трёх секунд, не отвлекаясь на различные бортовые системы, такие как инженер, радионавигация, телефон и всё прочее. Что ж, можно сказать одно, что за несколько дней использования этой системы, понятно одно, что к ней нужно привыкать. Нет такого, что сел, поехал и всё понятно. Это вещь, к которой нужно привыкать, пожалуй, так же, как, скажем, меню нового мобильного телефона. Что ж, проблема внимания на дороге действительно актуальна, особенно теперь, когда появилась масса автомобильных гаджетов. Но, как известно, японцы люди дотошные. И если уж взялись за что-то, то доведут это дело до конца. Ну что ж, найти общий язык с новой шейсёркой действительно несложно. Правда, у нас заняло это несколько больше времени, чем обещанный мазовственный один день. Ну вот, скажем, взять, к примеру, систему навигации. Некоторые операции выполнять с ней довольно сложно. Например, меню, оно понятное, но не сразу. Некоторые пункты находятся в достаточно отдалённых местах. Ну, а кроме того, при такой погоде, которую мы наблюдаем сейчас, любая навигационная система работает с перебоями. Поэтому сейчас приходится ехать по старой доброй карте. Кстати, что касается навигации, российские потребители могут на эту тему не волноваться. Дело в том, что Мазда до сих пор не выучила русский язык. И в Россию машины, все комплектации будут поставляться без вот этого замечательного голубого экрана. И, соответственно, без навигации. Ещё одна проблема у Мазды, пожалуй, самая серьёзная. Это радиус разворота. Как и на CX-7, шестёрка обладает довольно внушительными параметрами в этой категории. Чтобы развернуть машину на узкой дороге, требуется три приёма, не меньше. И так теперь посмотрим, что же у нас происходит сзади. Посмотрите, переднее сидение сейчас отрегулировано по мне. Во мне метр девяносто пять. Ну, как видите, с ногами всё в порядке. Места до головы также хватает. Что касается места задних пассажиров, я ещё раз напомню, что это люксовая комплектация. То здесь, к сожалению, пока что есть только вот такая вот небольшая пепельница. Карманчик позади пассажирского сидения. И два небольших подстаканничка подлокотники. На этом комфорт-класса люкс для задних пассажиров заканчивается. Так что, если Мазда мечтает всё-таки попасть в класс премиум, придётся над этим немного поработать. Что касается детей, то о них здесь тоже подумали. Вот этот ярлычок означает, что машина оборудована системой крепления детских кресел изофикс. Ну, в принципе, это уже во многих машинах норма жизни. Ну и в заключении несколько слов о главном. Мазда 6 – это семейный автомобиль. И, правда, он позиционируется ещё и как эмоционально заряженный автомобиль со спортивным характером. Пожалуй, эта машина не для тех, кто ездит от дома до работы и обратно, а по выходным на дачу. В ней заложен гораздо больший потенциал. Достаточно взглянуть на то, что находится под капотом. На российский рынок не будет поставляться машины с дизельным двигателем. Зато у нас есть возможность выбирать из довольно широкой линейки бензиновых моторов. Здесь особо стоит отметить, что вместо популярного двухлитрового мотора в комплектации «Спорт» можно будет выбрать машину с новым мотором объёмом 2,5 литра. При этом разница в цене составит всего 1000 долларов. Предложение очень заманчивое. Вот цены на новую шестёрку. «Седан» 653 тысячи рублей, «Хэтчбэк» 668 тысяч и «Универсал» 738 тысяч соответственно. Ну а самая дорогая комплектация «Лакшили» с новым мотором 2,5 литра будет доступна только версия «Седан». Её стоимость в России 883 тысячи рублей. Что касается версии «МПС» новой шестёрки, то пока что никакой точной информации нет. Маздесы сказали, что они посмотрят, как пойдут продажи и будет ли она востребована у нас и в Европе. Тогда, возможно, будет запущена заряженная полноприводная версия. Но опять же, случится не раньше, чем через год, когда в продаже появятся версии «Хэтчбэк» и «Универсал». Ну что же, наш небольшой тест подошёл к концу. Что можно сказать в заключении? Действительно, новая шестёрка – это воплощение силы и изящества. Она способна защитить своего хозяина вот от такой стихии. Но при этом грань настолько незрима, что порой хочется взять в рот вот эти солёные брызги, чтобы понять, что всё происходит наяву. Играет музыка. Знаю, что вы. Держи. Зачкалья. Спасибо. Продолжение следует...